7 февраля в ДК имени Наймушина был представлен спектакль, посвященный 76-й годовщине снятия блокада Ленинграда. На мероприятии побывала и наша съемочная группа. В начале мероприятия в фойе можно было увидеть немые сценки о тех далеких военных годах. Это и охрана границы, пленные за колючей проволокой, раненые бойцы. Безмолвные картины рассказывали о голодных и холодных днях советских людей. Затем зрители собрались в Большом зале. Там их ожидал большой театрализованный спектакль, который был посвящен годовщине снятия блокады Ленинграда и Великой Отечественной войне в целом. В постановке получили голос, дневники и записки юных ленинградцев. История войны, увиденной глазами детей. Я могла быть дочкой Бориса Капранова, который, не дождавшись эвакуации в начале февраля 1942 года, ушел с крупой комсомольцев по ленинградской дороге жизни и погиб. Я могла быть близким родственником большой и дружной семьи Савичевы. Почти все они погибли, не дождавшись конца войны. Я мог бы быть сыном Михаила Тихомирова, который 159 дней в своем дневнике ввел обратный отчет своей жизни. Он погиб под обстрелом, не вернувшись однажды домой. Игра актеров была очень искренней. Они пытались передать те эмоции, которые испытывали жители блокадного Ленинграда. Их было около трех миллионов, и половина из них не дожила до радости победы из-за бомбежек, арт-обстрелов и голода. Представить, что они пережили современному человеку, очень трудно. Сохранить память об ужасе блокады и героизме советских людей помогает искусство. Подбор музыки, использование выразительных средств декламации, танца и вокала, шумовые и световые эффекты – все это сложилось в единую картину. Молодые люди с помощью современных инструментов в творческом эксперименте пытались понять и пережить трагедию прошлого, чтобы она никогда не повторилась. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Елена Федотова, Юрий Ананин, Новости ИРТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...